здравствуйте друзья тут у нас переписка там возникла на канале типа я вот не показываю настоящих недостатков а вот есть люди показывают настоящие как кидают например в америке я стал думать над киданием в америке и могу сказать что у меня есть этот мемуар который в описании под каждым видео там ссылочка есть история нашей адаптации я вот там очень подробно но буквально до микрончиков расписываю там все наши приключения похождения включая всякие обиды кидания страдания там и и все что угодно все что положено начинающему эмигрант не подготовленному в войне так вот с другой стороны всякое кидание если мы не говорим про бизнес мы не говорим про когда какие-то большие деньги и профессиональные жулики работают над этим и так далее просто вот мы говорим новый человек вот сейчас он в россии там украине белоруссии киргизии а вот скоро он приедет в америку вот ему надо знать где его могут кинуть вот на этом уровне да потому что как кидают там миллионеров это не так важно наверное начинающим эмигрант так вот как начинающего эмигранта кидают начинается все с начинающего эмигранта начинающий эмигрант в силу не столько даже незнания обстановки то есть незнание сказывается немножко но больше сказывается ментальность которую он привез оттуда откуда приехал и вот эта ментальность ему говорит жулик это который спрашивает больше денег а честный человек это который спрашивает меньше денег за одну и ту же работу таким образом он в этом своем желании как бы опустить цену на то что он приобретает и приобретением может быть но вот не не буханка хлеба допустим потому что буханка хлеба она определенного качества и что ничего не скажешь кроме того это копеечная сумма значит и попробовал и в другой раз взял другую буханку хлеба но киданием может быть например ремонт автомобиля может быть какой-то товар который ты купил и он так вроде выглядит ничего постирал два раза и и и выкинуть надо потому что уже надеть это нельзя на себя и так далее так вот вот это кидание она начинается с самого кинутого значит он говорит себе я хочу вот не заплатить столько сколько это стоит а заплатить там двое в трое в 10 или меньше то есть он так не формулирует конечно он он формулирует по-другому то есть он ищет там разумную цену а это дорого и это дорого еще чего-то дорого ему все дорого и это как бы тоже понятно но понятно что дорого да тогда он говорит я возьму такое или в таком месте или у таких людей или за такую цену когда уже понятно что шансы что тебя разведут и что ну как последнего лоха шансы приближаются там к ста процентам не обязательно бывает что действительно вот меньше чем 100 там да глядишь проскочил вот поэтому я думаю что если человек обеспокоит как бы его не кинули да вот он должен в первую очередь обеспокоиться тем как он совершает покупки потому что есть мир кидалово ну конечно вот смотрите буратино как он закопал монетку на поле чудес но он почему ее закопал потому что он хотел много денег и чтобы они на дереве выросли не чтобы заработать а чтобы на дереве выросли вот вот же в чем в чем вся вся фишка поле чудес и поэтому если человек верит поле чудес и он закапывает денежку ну там по совету специалистов вот вот это же самая история классическая она же произошла вы можете сказать вот значит но год с лисой они же значит развели буратино правильно на буратино был как бы сказать чурбанчик деревянные без всякого жизненного опыта правильно а мы имеем дело с людьми взрослыми с паспортом наш приезжает вот и бывают такие что же и свои дети и внуки бывают и вот они приезжают и вот такие же вот чурбанчики как буратино которого только что из бревна из полежка вытесал папа карло так вот вот начинается с этого люди люди которые видят жизнь определенным образом они как раз и являются жертвами кидалов так я бы я бы вот так сформулировал и дальше бы этого и не шел то есть можно долго на эту тему но вот тема о кидалове она вот тут и сколько ты не говори там что you get what you pay for да вот сколько заплатил столько получил там и тогда это не стопроцентная формула добывается заплатишь больше а получишь фуфло какое-то бывает бывает что и дешевле а классно вышло там все бывает понимаете но если мы вместо там того чтобы понимать что вероятность 10 процентов начинаем думать что вероятность 90 вот в этот момент все и происходит да вероятность того что это действительно так вот ту гуд ту битру но это но это же правда но если она ту гуд ту битру если слишком она слишком неправдоподобно выглядит чтобы в это поверить ну опять есть ситуации когда люди которые этим правилам пользуются они чего-то недополучит да они там кто-то проскочил они не проскочили это правда но они не потеряли ничего их никто не развел их никто не обманул мне все время говорят что этот наш портнов компьютер скол это ту гуд ту битру ну хорошо ну так ты к нам не пришел ну так ты же не потерял ни копейки ты не можешь хочу тебя разбили ну значит ты принимаешь какие-то решения смотришь на то смотришь на это а кто-то пришел проскочил а кто-то не проскочил тоже бывает эти поэтому значит все начинается с человека который думает что он вот сейчас проскочит вот скажем да в нашем случае допустим это было бы что он может прийти и не заниматься и дальше как-то она сама так сложится вот он деньги заплатил ему должны теперь на блюдце принести заниматься уже не надо поэтому я призываю всех новичков дистанциироваться от вырубленного из полежка буратино и как бы значит призвать на выручку всю свою житейскую мудрость если своей нет значит воспользуйтесь чужой вот и соответственно значит они не пытайтесь словчить схитрить найти как-то говорят на дерьме сметану да вот нет там сметаны поэтому и так вот и и вы будете абсолютно безопасно и быть совершенно другой зоне риска если даже куда-то вляпаетесь то это будет крайне редко и и в общем даже нет ни о чем говорить вот а если будете другой стратегии пользоваться то все что вы будете делать это и будет зона риска как бы и вот все что с вами случится это и будет поводом для написания статей там каких-нибудь там какая там ужасная америка там чуть такое вот и потом тоже интересно материал какой-то будет для осмысления если кто писать умеет в общем счастливо